Депутат Государственной Думы Валерий Гартунг в нашей студии. Валерий Карлович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот буквально на днях прошла встреча президента Владимира Путина с участниками рабочей группы. На чем настаивал президент и что, так скажем, осталось за кадром? Ну, президент в основном выслушивал предложения и с чем-то соглашался, с чем-то нет. Какие-то предложения он брал на карандаш и говорил, что надо подумать, посоветоваться с юристами. Но я даже обратил бы внимание, наверное, на некоторые моменты. Первое. Клишес обратил внимание президента, сенатор Клишес, что у нас в Конституции во второй части есть запись, что если полномочия президента меняются в Конституции, то избранный президент исполняет свои полномочия в прежних объемах, а изменения в Конституции вступают в силу для следующего президента. На что Владимир Путин ответил, что, ну, вообще-то, если люди одобрят все изменения прямо сейчас, то прямо сейчас они будут работать, потому что высшим носителем власти в стране является российский народ. Тут с ним не поспоришь. Это вообще записано в основах конституционного строя в первой части. А так как президент является гарантом Конституции, то он как гарант сказал, что раз в Конституции написано, что высшим носителем власти в стране является народ, то если он так выскажется, я подпишу президентский указ о немедленном вступлении в силу по праву в Конституцию. Это первая часть была. Вторая, на чем хотелось бы обратить внимание, профессор конституционного права выступил и сказал, Ну, вот мы поправки внесли, касающиеся органов местного самоуправления, где мы вписали, что они входят в единую систему публичной власти. И, дескать, это же не расшифровано никак. В Конституции нет такого понятия, нет такого термина «публичная власть». И вроде как это надо бы расшифровать. Владимир Путин сказал, что да, есть резон, давайте мы подумаем, обсудим с юристами, как это сделать. Кстати, это уже не первый раз, когда он берет на карандаш, а потом появляются выверенные формулировки юридические, много разных мнений. Приходит в нашу группу, мы не можем найти какую-то формулировку, президенту отдаем, говорим, вот у нас тут есть несколько вариантов. Он выбирает их, и потом уже на следующей встрече он нам выдает, говорит, вот такое предложение есть. Которую, кстати, потом все поддерживают, потому что оно реально, оно такое выверенное. О чем идет речь? Если мы пропишем, что в органы публичной власти входят не только органы государственной власти федерального уровня, субъектов федерации, но и органы местного самоуправления, это не значит, что теперь мы отменяем первую часть. Мы не можем ее отменить. Это значит буквально следующее, что если органы местного самоуправления по каким-то причинам не могут выполнить свои конституционные функции по организации жизни граждан, например, обеспечить бесплатное образование в той часе, которая на них возложена, или, например, доступную медицинскую помощь, то за это несет ответственность вся публичная власть, вся вертикаль власти. То есть и органы государственной власти, и федеральные, и региональные. Вот что нужно под этим понимать. А как это будет работать дальше? Это прописывается в полномочиях, например, правительства. И мы прописали в статье 114 Конституции полномочия правительства более подробно, потому что, например, у нас доступность медицинского обслуживания, оно вызывает сомнения. Вот я хотела вам задать вопрос именно по этой части. Потому что в закон о местном самоуправлении внесли очень существенное дополнение, что именно органы местного самоуправления в пределах компетенции обеспечивают доступность медицинской помощи. Вот это дополнение. Не в закон, а в статью о местном. В статью, да. Что изменится после внесения этой нормы? А что до этого местные органы власти не должны были обеспечить доступность? Они должны были, но в Конституции про это не было ни слова. Чтобы всем было понятно, какой смысл имеет запись Конституции. Если эта запись есть в федеральном законе, в законе о местном самоуправлении, то это все равно действующая норма, и все обязаны это исполнять. Но у гражданина не возникает права обращаться в Конституционный суд с требованием заставить выполнить норму того или иного закона. А вот если норма, записанная в Конституции, не выполняется, то гражданин напрямую может обратиться в Конституционный суд. Чтобы вы понимали, механизм защиты своего права, Конституционного права, он гораздо проще и короче, чем механизм защиты своего законного права. То есть, чтобы, понимаете, если, например, какие-то твои права нарушены, ты должен обратиться, соответственно, в прокуратуру. Прокуратура начинает разбираться, представление в органы местного самоуправления направляет. И этот круг тоже работает. Но если речь идет о твоем конституционном праве, а теперь эта запись о том, что доступность медицинского обслуживания записана в Конституции, значит, что это конституционное право, это обязанность уже, конституционная обязанность органов местного самоуправления. Плюс к этому, я еще только что сказал, что органы местного самоуправления теперь входят в единую систему публичной власти. Это значит, что при нарушении вашего конституционного права, вот вы пришли в поликлинику, и вы не получили медицинскую помощь, вы сразу можете обратиться в Конституционный суд, и все за это будут отвечать. Я просто слышу хор скептиков, которые уже могут говорить, что записать можно все, что угодно. Другое дело, как это будет исполняться. Смотрите, 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 ну вы абсолютно правы, записать можно все, что угодно, но еще раз говорю, у вас возникает возможность защищать свое право. Никто не говорит, что вот сейчас мы там Конституцию поправили, и сразу резко там жизнь изменилась. После того, как поправится Конституция, нужно будет поправить федеральные законы, нужно будет изменить закон о федеральном бюджете, где заложить деньги на эту доступность, которая из федерального бюджета поступит в регионы, а из регионов поступит в органы местного самоуправления. На строительство этих ФАПов, не знаю, больниц, обеспечение лекарствами, этими же тестовыми полосками. Вот яркий пример, наверное, это вот судьба индексации пенсии работающим пенсионеров. Как она складывается? Вы знаете, пока, скажем, вокруг, это, пожалуй, самая горячая точка. Вокруг не очень много споров. Я и наша фракция, мы отставим позицию, что пенсии работающим и неработающим пенсионерам должны индексироваться одинаково. И мы уже многократно вносили проекты законов для того, чтобы отменить эту норму, дискриминационную норму по отношению к работающим пенсионерам. А это там 8-9 миллионов человек в стране коснется. Что нужно всем индексировать пенсию в полном объеме. Знаете, лед тронулся. Единая Россия пошла на попятную. И уже частично начинает возвращать индексацию пенсии работающим пенсионерам. Но не всем, а каким-то отдельным категориям. Ну, на что я сказал, выступая с трибуны Думы. Ну, так вы отняли это сразу у всех. А возвращаете по частям некоторым только. Так нельзя, надо всем и вернуть. Вот, тем более деньги есть. Это, кстати, Силуанов обещал. И мы пытались внести эту поправку в Конституцию, где мы предложили, кроме ежегодной индексации пенсии, сделать еще и написать, что она для всех. И работающим, и неработающим. Но вот эта поправка не была поддержана в комитете. Но это не значит, что мы на этом остановимся. Кстати, хочу сказать, что каждая отдельная поправка, которая прошла, либо не прошла, будет обсуждаться. Но она внесена, но не прошла. Будет обсуждаться на втором чтении. То есть за это как раз придется побороться. Да, за это придется побороться. Во втором чтении мы все будем выносить на отдельное голосование каждую поправку, если они не прошли, и будем отстаивать их. Это индексация пенсии, работающим и неработающим. Это расширение функций Центробанка, где наша фракция предложила, кроме стабильности курса рубля, еще и ЦБ должен обеспечивать условия для экономического роста. Потому что если ЦБ, Центральный банк, который имеет исключительную функцию, в Конституции записано, эмиссия денег, ну то есть если финансовый центр, который выпускает деньги, у которого в руках все деньги, не будет руководствоваться созданием... Чтобы эти деньги работали. Чтобы эти деньги работали на нашу экономику, то не будет у нас экономического роста. Правительство ничего не сможет сделать в одиночку, если ЦБ не будет работать вместе с правительством. Кстати, я всегда привожу в пример Федеральную резервную систему США и Центробанк Европы, где они, когда поднимают учетную ставку или понижают учетную ставку, они прежде всего, знаете, чем руководствуются? Они руководствуются темпами экономического роста и безработицей. Именно это мы, наша фракция «Справедливая Россия», предложили внести в Конституцию, чтобы наш ЦБ также руководствовался экономическим ростом и безработицей. Но сейчас они ориентируются на инфляцию. Только на стабильность рубля. Ну, инфляция, кстати, инфляция тоже не записана. Стабильность рубля, вот, платежеспособность, ну, в принципе, можно сказать, что это инфляция, но на самом деле стабильность рубля – это просто обменный курс. Но 5,5%, как обещают нам к концу года, это нормальная ставка или нет? Смотря какая инфляция. Если инфляция 4%, то 5,5% ставка нормальная. А если инфляция 2,5%, как сейчас, то ставка должна быть не более 3,5%. То есть ставка, учетная ставка должна быть чуть выше инфляции, но не больше, чем на 1%. У нас же доходила разница вот эта между инфляцией и учетной ставкой до 6%. Это значит, ну, например, знаете, какая разница между инфляцией и учетной ставкой в США? Ноль. А знаете, какая в Японии отрицательная ставка? То есть у них ставка ниже, чем инфляция. А в Европе отрицательная ставка. То есть фактически центробанки Японии, США, Европы экономики дают деньги бесплатно. И даже за это приплачивают, что если предприятие берет деньги на развитие экономики, то с него не берут бешеные проценты, как у нас. А ему приплачивают еще, доплачивают ему еще. Понимаете? Центральные банки. Потому что они выполняют конституционную функцию создания условий для экономического роста. Если у нас в Конституции была бы записана вот эта поправка, которую я внес, что ЦБ отвечает за экономический рост, он бы тоже приплачивал у нас здесь. И у нас учетная ставка была бы не 6 сейчас, а 3%. Так, эта поправка не прошла? В рабочей группе она была поддержана. Но в комитете не прошла. А дата проведения всенародного голосования – это подарок коммунистам 22 апреля? Или чудесное совпадение? Я не знаю, какой это подарок. Я не думаю, что миллионы российских граждан сейчас кинутся отмечать день рождения Ленина. Не думаю. Вот честно скажу. Кто-то будет отмечать, кто-то не будет. Но это как раз будет 150 лет. Ну, я знаю, да, я знаю. Ну и хорошо, но придут коммунисты, сторонники Ленина и поддержат Конституцию. Ну и что, хорошо. Хорошо. Вот, кстати, вот эта новая форма голосования – это не референдум, не опрос, это всенародное голосование. Для этого требуется введение нового закона? Да, требуется. И когда мы будем принимать закон о поправке Конституции, там же две статьи. Первая – поправка Конституции, а вторая – что там должно проводиться всенародное голосование. Вот в эту, во вторую статью мы вносим, скажем так, регламент, как будет проводиться вот это всенародное голосование. Ну и плюс будет указ президента о назначении даты и о назначении ответственных. О выделении денег, потому что голосование просто так не может проведено. Должен быть какой-то нормативный акт, по которому… Ну, вы говорите, должен быть федеральный закон? Конечно, должен быть. Федеральный закон и нормативный акт, как указ президента, в соответствии с которым правительство выделит деньги на проведение этого голосования. Пройдет это по правилам, ну, максимально приближенным к правилам голосования по выборам президента. Вот. Единственная разница тут в чем? Почему нельзя напрямую применять федеральный закон? Потому что, когда вы выдвигаете президента, президент выдвигает разные партии, там, разные группы поддержки. И они выдвигают, то есть, они, все, кто выдвигает своих кандидатов, они и наблюдателей предоставляют. Да, здесь наблюдатели. Как в этой ситуации. Да. Кто тут будет выдвигать наблюдателей? То есть, это же Конституция, это же для всех, да? Поэтому… Из народа. Общественные наблюдатели какие-то, да. Из народа, да, общественная палата, совершенно верно. Есть институт общественной палаты, общественные наблюдатели. То есть, это особая такая, особая юридическая форма, которая раньше не применялась. Вот она сейчас будет применена, ну, учитывая, что, еще раз подчеркну, что юридически для принятия по праву Конституции не требуется голосование, но, учитывая, какой это вызывает резонанс, какие-то, скажем так, последствия вызывает, да, президент счел необходимым спросить мнение народа. Это хорошо или плохо? Это хорошо, когда народ спрашивает, народ, вы вообще поддерживаете эти поправки или не поддерживаете? Ну, и еще отвечу на вопрос, что, дескать, ну, как голосовать за поправки, их же много, надо же каждую отдельно голосовать. У нас предусмотрена процедура голосования за каждую поправку отдельно. Во втором чтении, я об этом вам сказал. То есть, те поправки, которые вызывают наибольший резонанс, причем и принятые, и не принятые, мы их будем выносить на отдельное голосование. Во втором чтении, будем за них голосовать, за или против, мы, парламент. Понятно, что, ну, технически невозможно за каждую отдельную строчку проголосовать, ну, провести голосование. Вы можете себе представить бюллетень, какой он будет? Да, уже понятно. Ну, то есть, просто человек придет на избирательный участок, а там 60 поправок, вот так вот они все расписаны, а сейчас там еще, по-моему, 200 поправок будет висено. Вот они будут расписаны, вот так вот. Вот я могу сказать, что у человека терпения не хватит не просто проголосовать, а просто дочитать до конца. Ну, я думаю, что все-таки люди, которые придут на вот такие вот участки для голосования, они уже будут подготовлены к тому, что они будут знать, за что они голосуют. Знаете, вот в этом как раз сейчас основная сложность. Ну, во-первых, как только будет принят закон, во втором чтении уже окончательный текст будет, надо будет напечатать этот проект закона, чтобы у людей было видно, что вот люди могли видеть. Вот было, вот стало. И, например, текст Конституции, да, с учетом поправок, принятых этим законом, выделен жирным шрифтом, что человек, листая Конституцию, увидел, ага, вот поправка, такая вот поправка. И для себя отметил, если он увидел, что большинство из тех, которые он увидел, он их поддерживает, то, естественно, надо пойти и поддержать закон. Если он видит, что там есть что-то такое прямо... Сомнительное, да? Совсем вот ему не нравится, ну, иди проголосуй против. Но я могу сказать, что всегда нужно взвешивать, знаете, как в советское время были продуктовые наборы. Помните, да? То есть там лежит и то, что тебе надо, и то, что тебе не очень надо. Ну, ты не можешь купить что-то одно, ты должен в наборе взять. Вот это такой набор, потому что сколько людей, столько мнений. Кому-то нравится одно, кому-то другое, кому-то третье. Но, собственно говоря, для этого есть выборы, когда решает большинство. Если большинству нравится, ну, значит, это и принцип демократии. В этом принцип демократии. Да, теперь немножечко вот не о Конституции, но вот интересная инициатива сейчас рассматривается в Госдуме о запрете взимать с граждан комиссию за перечисление платы за жилое помещение коммунальной услуги. В принципе, это очень хорошая такая мера. Вот как долго будет приниматься этот законопроект и когда может вступить в силу? Я не готов сказать, если бы вы мне накануне дали номер закона, я бы посмотрел в базе. У нас в электронной базе по каждому конкретному законопроекту есть регистрация, когда он внесен, когда он рассматривается. Это график прохождения закона. Когда на комитете, когда он ставится в графике в Государственной Думе и далее. Но учитывая, что у нас даже правительственные законопроекты проходят через Госдуму несколько месяцев, если, например, закон не вызывает каких-то споров, он быстро проходит. Но в приоритете у нас всегда предложение президента и законы, связанные с бюджетом. Потому что это выделение денежных средств. Они, конечно, у нас вне всякой очереди проходят. Все остальные идут в своей очереди. Не могу сказать, может быть, там 2-3 месяца потребуется. Часто, когда речь идет об изменении каких-то условий для участников рынка, нужно провести оценку регулирующего воздействия. Нужно посмотреть, как это скажется на банках. Но я думаю, что затягиваться этим не будем. Инициатива действительно хорошая. Если говорить про бизнес и про экономику, какие поправки нужно закрепить в Конституции, чтобы можно было повлиять на деловую активность и на создание условий для такого активного... Давайте так, чтобы не было иллюзий. Закрепление какой-то фразы в Конституции автоматически не ведет к изменениям. Это мы должны понимать. То есть здесь нет прямой связи. Единственное, еще раз хочу сказать, за исключением некоторых случаев, когда речь идет о правах граждан, у гражданина появляется, если это право записано в Конституцию, у него появляется право обращения в Конституционный суд. И когда это касается, например, конституционной обязанности ЦБ, он уже у нас независимый орган власти, мы на него повлиять не можем. И поэтому очень важно в полномочиях ЦБ записать в Конституции как создание условий для экономического роста. Почему я говорю, это еще очень важное. Если мы это запишем, то тогда это повлияет. Вот вы спрашиваете, что повлияет на экономический рост или на развитие... На деловую активность. На деловую активность. Вот та фраза, о которой я сказал. Уровень безработицы и создание условий для экономического роста. Уровень безработицы зависит от экономической активности? Это прямая вещь. То есть, если безработица низкая, это что значит? Это значит высокая деловая активность. Если ЦБ должен создавать условия для экономического роста, это что значит? Кто у нас создает экономический рост? Промышленность? Бизнес? Это значит, что ЦБ должен все для этого предоставить? Чего он сейчас не делает? Вот, кстати... Кстати, Биулина как раз и говорит, когда приходит в Госдуму, я ее критикую, стою с трибуны и говорю, как так? Вот условия экономического роста вы не создаете? Она говорит, а у меня нет в законе этой обязанности. Я должна по Конституции следить за курсом рубля и за финансовой стабильностью, за инфляцией. Я ей говорю, так инфляция нулевая, она на кладбище, где ничего не происходит. Вы хотите к этому привести, чтобы у нас экономика вообще умерла? Тогда инфляция будет ноль. Вы будете молодец. Только смысл в этом какой? А ваша инициатива о снижении все-таки ставки НДС вот как она сейчас проходит обсуждения? Пока не началось еще обсуждение. Мы получили отрицательное заключение правительства. Ну, в общем, мы внесли. Будем бороться. Будем бороться по НДС, по снижению НДС. Я убежден, что рано или поздно НДС придется снижать. Это первое. Второе. Я убежден, что нужно будет в любом случае снижать ставки взносов в социальные фонды, которые сейчас уплачиваются с фонда оплаты труда. Потому что сегодня получается тот, кто большую добавленную стоимость создает. Ну, то есть, условно, вот вчера губернатор призвал промышленников поднимать заработную плату. Но не забывайте, поднимая заработную плату, ты увеличиваешь платежи в фонды. А они и так уже неподъемные. Понимаете? И получается так, что вот эта нагрузка на фонды оплаты труда, она тормозит повышение зарплаты. И уже, наконец-то, даже в правительстве стали говорить о том, что надо ставки страховых взносов снижать. Ну, конечно, надо снижать. У нас, кстати, такой законопроект внесет. Но только они его не поддерживают. То есть, они говорят, да, надо снижать ставки. Мы говорим, хорошо, вот вам закон, давайте снизим ставку. Сделаем ставку плоскую для всех. Вы знаете, что у нас ставка страховых взносов до миллиона двести примерно в год зарплаты тридцать процентов, а дальше только десять. То есть, после миллиона двести. Мы говорим, давайте сделаем всем двадцать. Вот всем двадцать. В среднюю, да. В среднюю. Нет, вы что, банки, Газпром, там, ну, вот эти госкомпании, монополисты, они будут больше платить. Да, они будут больше платить. Зато предприятия Челябинской области, промышленные предприятия будут меньше платить. И они будут зарплату поднимать. У нас доходы будут выше. У граждан. Это хорошо. Это хорошо. В общем, пока мы за этим следим. И вот такой вопрос. Новые лица в экономике, в политике, их действительно сейчас не хватает. И еще проблема профессиональных кадров. Вы, кстати, включены в состав наставников для обучения будущих политиков по программе «Лидеры России». Чему будете учить будущих политиков? Ну, скажем так, наставник и учитель две разные вещи. Учить будут их профессиональные специалисты, там, специалисты в разных областях экономики, права. Моя задача, моя задача будет подсказывать, давать практические советы, показывать, как, скажем так, как повести себя в той или иной ситуации, как отвечать на вопросы ведущих. Вот моя задача будет. И уже я могу сказать, что сейчас уже поступают обращения о том, что не буду ли я против, если они меня укажут там наставником. Ну, уже есть кандидаты, которые обращаются, заполняют анкеты. Там, потому что при обращении заполнения анкеты нужно еще указать, кого из 12 наставников вы бы хотели видеть своим наставником. Но это не значит, что все, кто, например, укажут меня, я буду их наставником, потому что людей, которые обратятся, ну, заполняют свои анкеты, будет несколько тысяч, а на выходе будет... То есть здесь будет еще конкурс, чтобы попасть к вам? Конкурс будет, да. Конкурс будет. Ну, и мы будем выбирать уже из тех, кто к нам обратится. А когда мы узнаем вот ваших подопечных? Скорее всего, скорее всего, это в мае будет. Ну, вот по графику это должно быть в мае. До середины марта прием заявок, до 16 марта прием заявок. Поэтому я к южноуральцам обращаюсь, что если вы хотите что-то сделать для своей страны, если вы хотите самореализоваться, то, пожалуйста, обращайтесь, ну, заполняйте заявки на госуслугах. И, кстати, это все, кто подадут заявки и пройдут конкурс, это не значит, что они автоматически там пройдут в Государственную Думу или в Законодательное Собрание. Нет. Они получат право на обучение. То есть, они получат грант на обучение. Их бесплатно обучат, ну, скажем так, работе депутата. Они получат нашу поддержку. То есть, ну, когда этот проект запускался, к нам, наверное, и к другим, так же, как и ко мне, мне позвонили из администрации президента и спросили, готов ли я там побыть наставником молодых, или не очень молодых, но начинающих политиков. Я сказал, что я не знаю, что из этого выйдет, но это интересно, я готов поделиться опытом. Валерий Гартунг, депутат Государственной Думы, член рабочей группы по внесению изменений в Конституцию в программе «Есть вопрос» на телеканале ОТВ.